Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, лишился места в партсписке КПРФ на выборах в Госдуму. ЦИК исключил его из-за незадекларированного офшора, а на него обратила внимание комиссии бывшая жена Грудинина Ирина. Генпрокуратура подтвердила наличие у бывшего, теперь уже кандидата, незадекларированного счета в Белизе, а 14 из 15 членов ЦИКа одобрили исключение одного из самых популярных коммунистов страны из списка КПРФ. В партии говорят о давлении администрации президента, мол, Грудинина, как и остальные члены списка, не согласовывали на Старой площади, а Грудинин вновь левый во всех смыслах. На президентских выборах ему досталась роль козла отпущения, он был кандидатом как раз-таки от коммунистов, и госпропаганда обваливала, по всякому случае пыталась обваливать рейтинг директора совхоза имени Ленина. Выпускались псевдорасследования, совхоз подвергался уже даже после выборов нападкам, которые, в общем, едва не привели к отъему предприятия у кандидатов в президенты. Валерия Ратникова о политическом пути Павла Грудинина. Пора вернуть нашу родину себе. Пусть в нашей стране восторжествует свобода, равенство, братство и уважение к человеку труда. Восемнадцатый год партия КПРФ выдвинула своим кандидатом в президента директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина и началось. Вопросов много и все неприятные. Речь заходит о пайщиках совхоза. Они говорят, что Грудинин обманом присвоил их земли, но кандидат улыбается. В совет обратились бывшие работники ЗАО совхоз имени Ленина, которые более 20 лет пытаются вернуть свои земли, оказавшиеся в собственности совхоза. Понятно, почему сейчас не будем лукавить, потому что мы понимаем, что один из фигурантов этой всей истории, господин Грудинин, баллотируется на пост президента Российской Федерации. Федеральные каналы мочили Павла Грудинина на протяжении всей президентской гонки. В эфире о нем ни одного положительного слова. Рейтинг кандидата начал снижаться. Вот так журналисты пытаются догнать кандидата от КПРФ Павла Грудинина, и он, по-моему, стремительно удаляется сейчас от всех. Он до сих пор путался в иностранных счетах и зарубежных компаниях. В эфире даже часть акции совхоза имени Ленина. За три дня до выборов издание Life опубликовало расследование об эфирах Грудинина, куда он якобы вывел 5 миллионов долларов. Мало того, что Грудинин знает владельцев эфиры, все говорит о том, что он им активно пользуется. По данным Life у Бонтра есть три актуальных счета, на которых сейчас лежит 318 с половиной тысяч долларов. Транзакции шли от ООО УФК и ЗАО совхоз имени Ленина. Сложно себе представить, чтобы директор совхоза не знал, что деньги переводятся в Белиз. Это тот самый оффшор в Белизе, из-за которого теперь Грудинина сняли с выборов в Госдуму. А в 2018 снимать не стали. По версии бизнесмена, оффшор ликвидировали еще до выборов. А по заявлениям бывшей жены, Грудинин до сих пор владеет акциями в нем. Именно Ирина Грудинина попросила главу ЦИК не пускать директора совхоза имени Ленина на выборы теперь. Это не обращение, это крик души. Услышьте меня, если не как председатель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. Суды с бывшей женой начались у Грудинина еще после президентских выборов 2018 года. Во время бракоразводного процесса Ирина Грудинина, предоставив справку об инвалидности, отсудила у Грудинина 42% акций совхоза, контрольный пакет. Федеральные каналы ликовали. Законная жена, с которой Грудинин прожил 37 лет, узнала о том, что супруг тайно обзавелся второй семьей. Ирина Грудинина потребовала развода и раздела имущества. По закону суд должен был разделить совместно нажитое имущество поровну. Однако Ирина Грудинина предоставила справку о второй группе инвалидности и потребовала две трети всего. Видимо, страх потерять капитал и заставил Павла Грудинина пойти на меркантильный поступок, поставить под сомнение справку об инвалидности. Это категорически не мужской поступок. Отсуженную долю совхоза Ирина Грудинина передала компании Ротаагра, владелец которой депутат-единорос Дмитрий Саблин. А еще вместе с пайщиками совхоза она подала иск к Грудинину о взыскании с него двух миллиардов рублей за сделки с недвижимостью фирмы. В суде Ирину поддерживал бизнесмен Владимир Полихата, известный на рынке с делками с недружественными поглощениями компаний. Кстати, Полихата, как выясняли СМИ, частично финансировал предвыборную президентскую компанию Ктению Собчак в 2018 году. Суд в итоге взыскал с Грудинина не два миллиарда, а миллиард. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы помогли нам и перечислили какую угодно сумму денег для того, чтобы коллектив совхоза работал успешно. А мы на эти деньги построим такой же детский парк, который вы видите. Мы сделаем все для того, чтобы дети были счастливы. И он будет абсолютно бесплатный. Мы будем рады видеть всех здесь, но для этого нам нужно помочь сейчас. Давайте вместе соберем этот миллиард и покажем нашей власти, что они нас не сломили, что мы всегда вместе и всегда за то, чтобы на нашей светлой Родине было счастье. На нынешних выборах в Госдуму Грудинин должен был идти на третьем месте в федеральном списке КПРФ. Грудинин, конечно, Кремлю очень сильно вредит сейчас в рамках вот этой нынешней компании. Он очень сильно увеличивает результат КПРФ. Тут есть две составляющие. Во-первых, у Грудинина есть образ человека, который бросил вызов Путину в 2018 году, создал серьезные проблемы кремлевской компании, и после этого на него обрушились репрессии. Большую часть собственности у Грудинина отняли. И вот сейчас выясняется, что Грудинин не сложил оружие, что он продолжает политическую борьбу. И компартия, которая не стала его прятать где-то там в одномандатном округе, или где-то там в территориальной группе, а поставила его в головную часть списка, в первую тройку, ту самую, которую увидит избиратель. Ну, в общем-то, КПРФ тоже демонстрирует бойцовский характер. И это, безусловно, резко повышает шансы КПРФ на то, чтобы получить голоса сторонников несистемной оппозиции. Теперь директор совхоза собирается оспаривать снятие с выборов. Но иллюзий не питает. За последние три года его ни разу не пустили во власть. И теперь, по мнению политолога Аббаса Галямина, Грудинину даже может грозить уголовное преследование. После того, что случилось с Навальным, с Гудковым, да с массой других оппозиционеров, никаких сомнений нет, что да, ему может такое светить. Другое дело, что, понимаете, это все будет на самом деле способствовать его раскрутке. Да, и вот из фигуры, ну, которая еще несколько лет назад, по-моему, мало кому известна, он превратится в звезду первой величины российской политики. И поэтому у любого действия, так сказать, есть своя практическая цена. Да, и здесь Кремль, если он начнет преследовать Грудинина, но он просто будет повышать его котировки постоянно. Это тоже надо понимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова